Меня зовут Ольга, мне 33 года. Что я за себя могу сказать? Я трудоголик. Я работаю с утра до ночи и больше ничем не занимаюсь. Ну, вернее, я пытаюсь чем-то заниматься, но у меня просто не хватает ни сил, ни энергии, ни мысли на что-то другое. Это невероятный путь, невероятный путь прозрения. Привела меня судьба, собственно, сюда, через болезнь. Это было то состояние, когда я поняла, что мне ничего в жизни больше не нужно вообще. Я не хочу ничего. Вот я села и поняла, что я так устала, что я не хочу ничего. Ну, там была, конечно, череда событий очень серьезных, сложных. То есть я поняла, что я впала в депрессию, причем в очень жесткую. Работа занимает все время. Сожрала работа все мое здоровье. Ну, так вот могу сказать, эмоционально, психическое, скажем так, тело мое болеет. Ну, так как я человек сильный, я начала себя вытаскивать. Я начала себя всячески вытаскивать. Я ходила к психотерапевтам, которые мне прописывали какую-то нереальную химическую терапию, там, с антидепрессантами жесткими. Я пыталась, мне это все не подходило. Я понимала, что не так. Я просто садилась посреди комнаты на колени и говорила, господи, помоги мне, покажи мне этот путь, пожалуйста. Я знаю в себе все свои проблемные точки. Но я не знаю, как их прорабатывать. Я знаю, что курс мне поможет. Я уверена, я с вами познакомилась, я шла по интеллекту класса. Меня душа потянула. Вот прям не захотелось. Я поняла, что этот человек мне поможет. Я проходила массу всяких разных тренингов. Я проходила массу всяких игр. И я понимала, где проблема, но я не могла ее решить самостоятельно. Ребята, проблема была в том, что я лидер. Я должна делать все идеально. Если я работаю, я работаю. Если я строю отношения, я строю отношения. Если я вообще начинаю что-то делать, я делаю это идеально. Но, как оказалось, все совместить нельзя. И начались провалы. И когда я начала проходить ключи, я прошла очень много ключей. Мне становилось легче. И вся моя проблема заключалась в том, что в мое сознание 20 лет назад вселилась очень большая боль и неуверенность. Это смерть моего отца. И через 10 лет у меня были отношения очень сложные. И этот человек также вселил в меня очень огромную неуверенность. У меня такой диссонанс идет. Несмотря на то, что я к себе очень хорошо отношусь, я понимаю, что я очень многого добилась. Я достаточно эрудированный умный человек. И у меня идет диссонанс. У меня борьба с собой. Ты не такая. Ты это делаешь не так. У тебя это не так. У тебя здесь не так. Я постоянно чем-то недовольна. Я проработала эти ключи. И сейчас мне настолько легко, я настолько счастлива. Я вчера встречалась с друзьями. У меня никогда нет ни на кого времени, потому что я работаю. Мне кажется, что я на работе просто чем-то себя занимала, поэтому я так жила. И вчера я встретилась, и мне говорят, а что с тобой такое? Я говорю, да ничего, все по-прежнему. Ты влюбилась, ты замуж вышла, ты там ребенка родила. Я говорю, да нет, ничего. Она говорит, Толя, ты абсолютно другой человек. Просто вот кардинально другой. А я сижу, и на протяжении пяти часов я улыбалась. Я просто улыбалась. Я очень хочу создать семью. Я хочу встретить своего человека. Но так как я даже никуда не выхожу, кроме работы и дома, мне это очень сложно сделать. И даже если я куда-то выхожу, мне кажется, что я привлекаю каких-то неправильных людей к себе, потому что я какая-то, наверное, зашоренная какая-то, вот, постоянно в каких-то мыслях, каких-то проблемах, каких-то переживаниях. А каких ты привлекаешь? Ну, давай вот честно, как бы, как на духу. Моральных уродов. Моральных уродов, да? Да, кстати, вокруг меня появились не моральные уроды, вокруг меня стали появляться хорошие, взрослые, уравновешенные люди, которые каждый день говорят мне о том, какая я красивая. Та я, я буду лучезарная, я буду счастливая. Наверное, я бы сейчас сказала от воли той, воли сюда, что какая же ты была балда и сколько времени ты потратила зря на какие-то переживания и ложные убеждения. А той Оле я желаю быть всегда такой лучезарной, красивой и счастливой. Продолжение следует...